Здоровки, амиго. Погнали посмотрим видосичек. А сейчас ты узнаешь, как вызвать демонов из зеркал, и при чем тут женская... Пиковая... Ах, ё-моё. Такая логика. Так, подожди, эта тема любопытная. При поддержке паблика Жизнь Ютуб. Тыщ, всем привет, меня зовут Топа, и я бы вам хотел напомнить одну очень увлекательную вещь. Все мы в детстве очень пугались и одновременно обожали мистические истории. В компании таких же малолетних выдумщиков мы рассказывали, как прошлым летом видели монстра у себя под кроватью. Но самое главное, не знаю как вы, а лично я просто обожал со своими друзьями стоять перед зеркалом и вызывать духов из другого мира. Они приходили, пугали нас, мы бегали от них, ну или мы все сами придумали. Получалось ли у нас? Видели ли мы что-нибудь? Или это просто стадное чувство? Это проект Top Secret, и сегодня мы попробуем с научной точки зрения объяснить все эти призывы, которые мы так любили. Или может быть мы неправильно это делали? Кровавая Мэри, пиковая дама, так называют существ, которых якобы можно вызвать через зеркало. Призыв демонов таким образом издавна считается забавой детишек, только вот закончиться это может очень плачевно. Так ли это на самом деле? Мы здесь, чтобы узнать правду. Всех их связывает то, что их нужно было вызывать перед зеркалом. Как гласит легенда, если вы все сделали правильно, то можете увидеть в зеркале свою будущую любовь. Ну а если ошиблись, то вас ждет смерть. Противная, мучительная смерть. И даже глаза могут выцарапать. Что самое интересное, девочки, когда вызывали этих духов, перед ними как бы стоял выбор. Увидеть своего суженого или умереть жестокой и мучительной смертью. Прожить долгую и счастливую жизнь. Умереть в мучениях. Прожить счастливую жизнь. Ну здесь-то выбор очевиден. Галя, неси свечки. Сейчас мы будем делать колдовство. Пусть только попробует не появиться. Женская логика. В России... Еще, еще вставочку хочу, мне понравилось. Делать колдовство. Пусть только попробует не появиться. Женская логика. В России Дед Мороз, в Америке Санта Клаус. В Америке кровавая мэри, в России пиковая дама. Суть одна. Призыв чего-либо потустороннего через зеркало. Да и вообще во всех странах есть вариация этого. В Японии, например, эту херню зовут Ханако-сан. Только в случае с Ханако-сан нужно не говорить три раза в зеркало, а три раза постучать в кабинку туалета. Ну, это же Япония. Там все странно. По всем этим девушкам, если их можно... Типа, стучишь в кабинку туалета и из унитаза вылазит Садаку. Можно так назвать. Снято множество фильмов. Прикинь, как это жестко! То есть и из зеркала вылазит что-то, и еще из сортира еще Садака вылазит. Етить-колотить. И в мире достаточно мало людей, кто хотя бы раз не слышал хотя бы об одной из них. Как я уже сказал, это все вариации одного и того же вызова чего-то паранормального. Насчет пиковой дамы я не нашел серьезных исследований. Зато на Кровавую Мэри их полно. Их делали фольклористы Джанет Ланглуа, Алан Данс и многие другие. Но вот что забавно. Все из них нашли какие-то интересные факты об этом. Но никто так и не выяснил, откуда это вообще пошло. Известно, что еще в 1700-х годах дети играли с зеркалом и гадали что-то там. Вспомните, например, сказку братьев Гримм 1812 года. Белоснежка. Как там королева с зеркалом разговаривала. Или стихи Пушкина 1833 года. Свет мой зеркальце скажи. Ну и так далее. Это все можно отнести к легенде о чем-то потустороннем, что находится в зеркале. С другой стороны, это надо быть совсем поехавшим, чтобы с зеркалом разговаривать. Да, Сири? Итак, вот что мне удалось найти в интернете по запросу. С другой стороны, это надо быть совсем поехавшим, чтобы с зеркалом разговаривать в Досири. Hello darkness, my old friend. Мы совсем перестали понимать друг друга. Никому это не нужно было, пока в американской газете не сделали очерк в 1978 году. И тут же это стало излюбленной забавой школьников. Только тут другой случай. Тут было расследование, а не просто придуманная история. Пиковая дама, в смысле карта, с самого начала ассоциировалась со злом. Сколько ушло дублев, чтобы так поймать карту? Сколько, сколько дублей? Сколько дублей? Это придуманная история. Пиковая дама, в смысле карта, с самого начала ассоциировалась со злом. Если на картах гадают, то пиковая дама это символ злости и врага. Враг мне ноги! Дэвид Блэйд, Дэвид Блэйд. Уместно, 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 уместно здесь. Прага. Уличная магия. А ты хорош. Вот, собственно, и вся история пиковой дамы. А вот с кровавой мэри все сложнее. Тут вообще ничего не понятно. Кто-то ассоциирует ее с Марией Первой, королевой Англии. Ее прозвали кровавой мэри за ее жестокость. За пять лет она казнила около 300 человек. Есть и другие версии. Например, про колдунью, которую заживо сожгли на костре. Или про девочку, которую сбили на дороге, а потом отрубили ей руки. Вы понимаете, насколько извращенная фантазия у людей? Про последних двух-то вообще нет никаких фактов. Всех их зовут Мэри, но фамилии разные. Мэри Уорд, Мэри Уоррингтон, Мэри Уэльс. И фамилия напрямую зависит от штата, где эту историю рассказывают. Да и плевать на фамилию. Все они выполняют одну и ту же функцию. Ждут, пока их вызовут и могут. Выцарапать глаза, убить, свести с ума, затащить в другой мир. Мэри Уорд, штат Массачусетс. Классическое выцарапывание глаз. Всю информацию передал тебе на планшет. Удачи. Пиковая дама. Бедненькая. Челябинск. Два дальнобойщика зачем-то тебя вызвали. Возьми газовый баллончик и будь аккуратна. Хороший. Два дальнобойщика зачем-то тебя вызвали. Возьми газовый баллончик и будь аккуратна. Хорошая была баба. А из хорошего она что-нибудь может вообще сделать? Ну если увидеть лицо своего будущего мужика это что-то хорошее, то наверное да. Хотя это какой-то сомнительный приз. А вдруг там лицо соседа-алкаша. Ну в общем с историей вроде как разобрались. Но существуют ли на самом деле эти зеркальные твари? Обратившись к любимым мейл-ответам, я понял, что большинство даже современных людей верят в пиковую даму. А эксперты даже пишут, что в 80% случаев, когда ее вызывают, это летальный исход. Я даже боюсь представить, как они подсчет делали. Не, ну если честно, по этой теме у меня есть история. Я отдыхал в санаторно-курортном лагере. И действительно была такая, прям реально можно назвать это дичь. То, что девочка в лагере призывала, пыталась призвать пиковую даму. И да, что-то она там намутила, что-то она там напризывала, что по итогу зачем-то разбила зеркало. Закидала это все в туалет и так далее. Блядь, что-то там какая-то... Я просто отдаленно помню. Мне было тогда там лет 7 или 8 тогда. Девочки там вообще лет там, наверное, по-моему, 12, где-то 13. Я так и не особо до конца понял эту историю. Я просто помню, что все так очень сильно боялись. Даже у нас в пацанском блоке было стрёмненько. страшновато, так сказать. И я как сейчас помню, ребята спали с картами. Что-то брали какие-то определенные мастер-карты и клали под матрас себе. И это было максимально странно. Плюс еще некоторые боялись спать в одиночку. Такие, давай вместе. Типа, ну вот, просто вместе на... Уляжемся. Когда ко мне так это... Хотели подселиться, я сказал, идите-ка вы нафиг, ребятушки. Типа, я в эту хрень не верю и... Нет! Нет! Не, мне было ссыкотно то, что там... Там такие байки пошли по всему лагерю. Что пиковая дама, она за нами всеми придет. А-а-а-а-а! Что-то такое! Знаете, я вам скажу, у меня был очень полезный скилл в детстве. Да и до сих пор. Когда я ложусь спать, я сплю, мне вообще пофиг. То есть, там будет кто-то кричать, верещать, чего-то бояться. Мне будет пофиг. Я буду спать до... Просто до самого утра. Даже, не знаю, там будут взрывы происходить, еще что-то рядом. Будет паника всемирная. Я буду спать. Я буду спать просто вообще ни о чем не думая. Проснусь такой. Ай, нормально, что нормально, выспался и так далее. По итогу-то что? Ребята со мной, которые в комнате там были, они там почти полночи не спали. Им там мерещилось, что... К нам в комнату заходило. Пиковая дама, там всякая хрень творилась. Хотелось бы мне им верить, но верилось с самого детства с трудом. Ну, я правда, я честно вам скажу. Я с самого детства всегда относился ко многим вещам за скептизмом, так сказать. Я как-то не особо в это верил. Единственное, что меня иногда пугало, это неожиданные скрипы или что-нибудь такое. Особенно в детстве. Ты такой до сортира быстро добежал. Слышишь там, папа, скрипы всякие, шумы непонятные. И так же быстро под одеяло запрыгивал. Ну, только такое. Ну, и то это... Я не знаю, у кого это... У кого это в детстве такой фигни не было? Черт. Что это может значить? Что думаешь? Мне кажется, это мистика. Мистика. Блин, точно мистика. Третий день уже мучаюсь. Я не знаю, нужно ли вам говорить, что в мире нет ни единого случая смерти перед зеркалом от чего-то паранормального. У некоторых даже получалось вызвать Слендера, и они его видели. Нужно иметь сверхраз... Слендера? Это тот чувак, у которого лица нету, да? Слендер, по-моему. ...разум, чтобы вызвать персонажа, которого в принципе не существует, потому что это изначально выдуманная интернет-история. Пока мы медленно движемся к развязке, я хочу вам пояснить, что все это называется детскими вызывалками. Вызывали всех подряд. Русалочку, белоснежку, фею, гномиков и другую безобидную дичь. Но страшные истории запоминаются лучше всего. Взрослые люди, понятное дело, этим не занимаются. Изначально все это было придумано для пугания маленьких детей. А у них с визуализацией все в порядке. Они многое могут увидеть, если внушат себе. Поверьте мне, я в детстве доказывал, что видел НЛО. Вы же понимаете, что я ничего не видел. Я просто любил врать. Так что даже если вы в детстве ничего не видели в этом зеркале, вы никогда об этом никому не расскажете. Блин, ну хотя нет, здесь ты по факту говоришь. Я в детстве тогда любил кого-нибудь попугать. Типа прикинь, там кто-то ходил, там что-то происходило. Ну да, есть такой грешок в детстве. Вы же не хотите быть козлом отпущения? Это человек пиздет. И они такие, вот черт, это человек пиздешь. А вот теперь рассмотрим, почему же люди видят что-то необычное в зеркале. А ведь они действительно что-то там видят. Только вот ничего мистического в этом нет. В 1978 году опять же Джанет Ланглуа провела исследование, где было сказано, что все эти детские вызовы еще с 1700-х годов были использованы просто для пугания. Всего лишь безобидная шутка, от которой понятное дело никто не умирал. Итальянский ученый Джованни Капута провел исследование, которое раскрывает тайну появления призраков в зеркале. Эксперимента было два. В первом было 20 участников, и они сидели по парам и смотрели в течение 10 минут друг другу в глаза при тусклом освещении. 75% этих людей спустя 10 минут видели в собеседнике монстра. Сейчас я объясню почему. А второй эксперимент напрямую связан с нашей темой. 50 человек при тусклом освещении смотрели на себя в зеркало. Итоги эксперимента таковы. Спустя 10 минут больше половины людей видели свое деформированное лицо, монстров, своих родителей и все такое. Джованни считает, что проблема кроется в ошибке распознавания лиц. Вот пример. В этом видео просто голливудские звезды. Если вы сделаете все правильно и будете смотреть только на крестик, то эти звезды превратятся в неведомую херню. Это называется Face Distortion Effect. Так, ладно, стой, нет, нет. Да нет. И это не что иное, как оптический обман. Лица... Реально какая-то хрень? И это не что иное, как оптический обман. Лица... Да я не пи... Уля, реально без приколов. Я видел какую-то искаженную хрень сейчас. Что за фигня? Без пизды, серьезно. Чисто смотришь в этот плюсик-крестик. И это не что иное, как оптический обман. Лица просто накладываются... Особенно последние показались вообще... ...друг на друга и получается какой-то монстр. Это все очень легко провернуть дома. Главное, выключите свет, встаньте напротив зеркала с кем-нибудь. И смотрите между ваших лиц. Периферическим зрением вы должны видеть оба лица. И тогда вы очень удивитесь тому, что произойдет. Мозг вообще легко обмануть. Взять, например, эффект Трокслера. Эффект заключается в смотрении в одну точку. Прямо как с нашими призывами демонов. Если вы сделаете все правильно и будете смотреть только на крест, то фиолетовые круги просто исчезнут. Да отстань, ты угораешь что ли? Ля! Так... Если вы сделаете все правильно и будете смотреть только на крест, то фиолетовые круги просто исчезнут. Это не монтаж. Они реально не исчезают. Если вы сделаете все правильно и будете смотреть только на крест, то фиолетовые круги просто исчезнут. Подожди, стой, подожди. Это же реально не монтаж. Подожди, а почему они пропадают? Какого хера? Они реально пропадают, серьезно? Я клянусь, а что за фигня? Я думал, может быть он монтажом угорает? Исчезнут. Вы вообще пробовали стоять... Да подожди! И будете... Я теперь это залип! Смотреть только на крест, то фиолетовые круги просто исчезнут. Так, блядь, как? А как? Как? Как это работает? То есть я так сконцентрировался на этой точке... Ля, прикинь! Меня это реально сейчас удивляет! Это как так-то? Смотреть только на крест, то фиолетовые круги просто исчезнут. Они есть! Они реально есть! Вот я паузу сейчас поставил. Они есть, но они исчезают! Фиолетовые круги просто исчезнут. Вы вообще пробовали стоять одни перед зеркалом только при свете свечки или фонарика? А вы попробуйте, серьезно. Специально для этого выпуска я попросил людей попробовать это сделать и сам убедился. Вы увидите много чего интересного. У вас появятся морщины, ваше лицо будет пропадать. Просто попробуйте и вы очень удивитесь. Я вам это гарантирую. Все эти факторы нужно учитывать, когда речь заходит о каких-то чудовищах в зеркале. Также не стоит забывать о детском страхе и истерии. Когда ты ничего не видел, но тебе так сильно хочется приключений, что ты готов лгать, дабы не выделяться из толпы. Подробнее про массовую истерию можно посмотреть в выпуске про салемских ведьм. Как видите, все можно объяснить научным путем и даже привести пример. И помните одну простую вещь. Нигде и никогда не было зафиксировано ни единого случая, хоть какого-то увечья от якобы призванных существ. Можете собраться дома и попробовать. Конечно же вам будет страшно, это для этого и придумано. Но ничего с вами не произойдет, поверьте. Это антинаучно. Я надеюсь, вы это понимаете. Если у вас остались какие-то сомнения насчет сказанного мной, это отлично. Всегда нужно самому проверять информацию. Все ссылки как раз в описании. Там есть что почитать. Сири, хотелось бы верить. Я не совсем понимаю. Надо говорить, верится с трудом. Боюсь, я не могу это сделать для вашего языка. Женская логика. Ставь лайк, если ты после этого видео пойдешь рассматривать себя в зеркало. И обязательно пишите в комментариях, что в детстве вызывали вы и чем вообще это закончилось. А я пошел танцевать зеркальный танец. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok